Всем привет! Привет! Вы на канале Ангелов Рине, и это наша рубрика Дочки Матери, где мы с Вероникой... Лориком и Беляшом... Беляш это наш гусь. Мне папа принёс. Ага. Вообще принесла мама? Ну кто это вообще учитывает? Кому это нужно? Ну купил-то папа. Видите, как у нас? Как это всё делается? На руках принесла вот так мама. А купил-то папа. Главное, кто карточку прикладывает. У нас всё строго в семье. Сегодняшнее видео посвящено у нас житейской мудрости. Своими премудростями будет делиться Вероника. Я буду задавать ей всяческие вопросики на жизненные темы. И будем разбираться, как вообще жить. Да, Тоша? Ты будешь нам помогать? Да! Как понять, настоящий друг или ненастоящий друг? Вот настоящий никогда ничего не просит. А, вот так. Вероника, отдай сюда! Это мне понравилось! Вероника, можно, пожалуйста, посмотреть? А ещё? Я с тобой согласна. Просить подарить, это не настоящий друг, который используется. А хороший не будет ничего просить, а просто будет смотреть и просить вот так в руках подержать. А не будет такой. Вероника, отдай сюда, теперь это моё. А вот что делать, если, допустим, у тебя есть друг, ты ему занимаешь денюжки на время, а он не отдаёт их? Что делать? Говорить с родителями. Так, ну, с его родителями. А если я не знаю его родителей? Ну, он не пообещал, что денюжки отдаст, а не отдаёт? Что делать? Ну, в такой ситуации нужно идти участок. Полицейский? Да. Ну, разумно, на самом деле. Слушай, а что... Ну, я согласна. А что делать, если, например, вот девочка вышла замуж, девушка вышла замуж, а муж её, допустим, бьёт? Ну, или обижает как-то вообще по-другому? Нужно говорить его родителям, своим родителям. А что сказать? Можно, пожалуйста, пожить у вас, чтобы меня не избивали? А, во, первое, то есть надо уйти, получается, от того, кто тебя бьёт, и нажаловаться на него всем. Правильно? И в милицию забыла я. Да, в полицию. Супер. Окей. Да, я согласна. Первым делом надо уходить от того, кто вас обижает. А что делать, если, вот, допустим, ты заметила, что подружка всё-всё за тобой повторяет? Вот всё-всё. А, ну, у меня есть такая. Ага, и что делать? А, ну, терпеть можно, но не хочется. Вот, она мне ещё врёт, что, типа, у неё есть такие же вещи, как у меня. Но, в такой ситуации, в такой ситуации нужно делать, ну, просить хотя бы, не повторяй за мной, пожалуйста. Ну и просто, просто смотрим. Или с разрешения повторять можно, с разрешением. А без нельзя. А без нельзя. Угу. Так. Особенно контент воровать с ютуба. Что делать, вот, если, допустим, взрослая девочка вышла замуж, да, и она хочет как-то порадовать своего мужа, что она может сделать? Как вообще порадовать своего мужа или любимого человека? Носки подарить. О, классно, носки подарить, что ещё? Так, а ещё что можно сделать? Ещё. Ну, если не подарок, допустим, если нет лишних денег уже, как можно порадовать? Тест на беременность. Так, а где его взять? Ну, типа, в убийстве нарисовать не было. Нет, понимаешь? А, нарисовать. Это розыгрыш. Да. Франк. Ага. Просто я подумала, что если тест на беременность, то надо оказаться беременной, а это не всегда просто сделать. Так, ну, это значит, что такой подарок очень, ну, если, типа, беременность, это подарок достаточно сложный и обратного пути нет. Ну, то есть, если подарить носки, а носки не понравились, ну, их можно убрать в ящичек, а вот с ребёнком тут сложнее. А под ёлку можно убрать? Да, под ёлку. В гараже. В гараже. Великолепно. Так, то есть, значит, тест на беременность. Рисуем две полоски. И дальше что? Ну, там будет высвечиваться одна полоска, надо рисовать вторую. Да, я поняла. Это нужно найти подходящий маркер. Какого цвета? Ну, он там красный. Ну, красный, да, обычно. Окей, так, я иногда бываю несдержанно и, там, допустим, кричу на своего ребёнка. Что мне делать с этим? Ну, можно потом извиниться перед ребёнком или на того, на кого вы накричали. Да, можно извиниться. Ребёнок может попросить, чтобы на него не кричали, как я обычно это делаю. А я обычно извиняюсь перед тобой. А как сделать, чтобы не кричать? Вот что делать? Вспомнить что-нибудь смешное. Например, пранк с тестом на беременность. Нет. И сразу поднимется настроение. Как я радовалась гусю. Расскажи про своего гуся. Мы всё равно не обойдём эту тему. Что у тебя за гусь? А, он поцеловал меня в шею. Это неприлично. Ну, покажи его. Что за гусь у тебя? О, не влезет в кадр. 130-сантиметровый гусь Беляш. Это, ну, я думаю, вы все видели. Это популярные игрушки сейчас везде. В ленте был куплен гусь. Вероника была счастлива. Это в Леруа. Где? В Леруа. Нет, нет, в Леруа не было гусей. Это в ленте были гуси. Ну, достаточно. Это не перелётный гусь. Не надо его над нами держать. Так, да, так что появился гусь. И теперь Вероника с ним ест. Она с ним спит. Я его блинами кормила. Да, Вероника делает с ним вообще всё, что угодно. Вероника, а есть что-то, за что ты на меня обижаешься, например? Нет. Прям вообще-вообще? Честно. Слушай, твоё честно звучало максимально неискренне. Честно. Надо запомнить. Ингрид. Я такая, честно. Да. Не, ну серьёзно. Ну, есть же что-то, что... Так вспоминаю, я не могу ничего вспомнить. Так что, скорее всего, нет. Ладно, окей. А что во мне есть хорошего, как в маме? Ты никогда не ругаешься просто так. А, я думаю, ты скажешь, ты никогда не ругаешься? И я аж обалдела, потому что я ругаюсь. Просто так. Ты считаешь, что я по делу ругаюсь? Ну да, по делу. Ну ладно. Допустим. Но мне не нравится ругаться. Я хочу уметь не ругаться. Понимаю. У нас с тобой просто бывают периоды, когда нам сложно общаться. Когда мы не понимаем. Я поняла. Я иногда обижаюсь, потому что мам не покупает одежды ни того цвета, вообще ни того. О, блин. К примеру, розовый. А это мой нелюбимый цвет. Короче, это дебильная Wednesday, которая просто... Я до этого перестала любить. Да нет, блин. Это после того, как это завирусилось везде во всяких этих ваших тиктоках. Я тикток не смотрю. Ну не тикток, но Reels или где-то там. Вероника раньше любила розовый цвет. У нас розового цвета было везде полно розового. Его оттенки. Такой, знаете, пыльная роза. Клёвый, дорогой оттенок. Не барбишный, вот как на мне. Не барбишный. Почему? Барби. Ну да, барбишный. Ладно, молодец. Подловила меня. Так вот, дело в том, что раньше Вероника любила. И я по инерции, значит, покупаю, выбираю что-то вот таких оттенков. Вероника теперь любит чёрное. Чёрный, белый, серый, красный. И розовое, всё, что куплено, прикольное, она не носит. А меня это накаляет до безумия, потому что она прям цепляется. Иногда бывает классная вещь её размера. Она такая, я не буду. Это розовое. Только потому, что оно розовое. Ну, ещё потому, что нет талии. Потому что ты мне купила платье из пылиной розы. Короче, крутое платье. Знаете, вот фасон неповский. Да, когда нет талии, оно такое прямое, и внизу такой валан, как это называется, офигенного цвета. Как у меня с юбкой. Да, да. Ну, у тебя это как оборка называется, а там прям валан. Короче, стильное платье, клёвое, под серые колготки, под какие-то кроссы. Супер. Она не носит, потому что она розовая. А мне так обидно, потому что платье зачепенское. Сама бы носила, но вот. Размер не тот. Размер не тот, да. Ну, короче, ты на меня из-за этого, да, можешь обижаться? Ну, иногда это. Давай договариваться. Иногда же бывают периоды, когда нам сложно общаться. Но мы что говорим? Мне трудно сейчас общаться, я могу выйти из себя, поэтому давай, пожалуйста, не общаться. Ну, либо не общаться, либо быть помягче друг к другу, да, и тогда всё. Следующий вопрос. А что делать, если, допустим, ты хочешь пышную свадьбу с платьем, фото и так далее, а твой жених хочет скромную свадьбу, вообще вдвоём в ресторане посидеть? Что делать? На камень, ножницы, бумага на пять побед. Гениально. А что делать, если, вот, допустим, мальчик, который тебе нравится, дарит тебе не какой-то подарок, который ты ожидала, а просто цветочек с клумбы? Ну, или просто цветочек с клумбы, нельзя ничего рвать? Всё равно радоваться надо, любой подарок, любому подарку надо радоваться. А если, смотри, вот он тебе подарил цветочек, ты порадовалась, он это запомнил, а потом следующий праздник, ты ждёшь, что он в этот раз подарит тебе, ну, давай, шоколадку, допустим, а он снова приходит к тебе с цветочком, потому что ты в прошлый раз порадовалась. Что делать? Ну, просто смотри, если ты радуешься всегда одному и тому же цветочку, да, он это запомнит, он тебе всегда будет дарить цветочки. А я ему скажу... Я сама не знаю, как ответить на этот вопрос, я думаю. А я сама? Да, давай. А нужно попросить, чтобы, типа, уходится шоколадку, а не цветочек. То есть поговорить, и вопрос будет решён. Что делать, если твоя ЛПшка начинает дружить с кем-то ещё, ну, раньше она только с тобой общалась, а теперь у неё ещё есть... Ничего страшного. Но если прям променяла, то перестать дружить, общаться, всё. Так а как? Это же твоя ЛП. Была, как говорится, да, всплыла. Ты так легко отказываешься от людей. Нет. Но если прям променяла и больше со мной не общаться, то и ты же общаться не собираешься. Вот представь, в класс, да, балуется, допустим, кто-то один, а учитель не соберёт и наказывает весь класс. Как ты считаешь, это справедливо или нет? Нет, коллективная ответственность несправедлива. Да. А как надо поступить? Надо поступить. Сказать. Вот, там один мальчик, к примеру, имя не настоящее, но у нас в классе такой же балаган. Ну, к примеру, Лёша. Лёша, хорошее имя Лёша. Лёха даже иногда его называют. Лёха. Да, знаю. Так, ещё. Лёха. Сказать, что это только он сделал. Что весь класс не виноват, а что только он это делал. Кому сказать, учительнице? Учителю. А у директора есть камеры. И он в эти камеры сажает непослушных детей. Ну, да, в этом есть логика. Я тоже против коллективной ответственности. Я помню, была в первом классе, да, такая история у вас? Да, у нас всегда. У нас три за коллективную ответственность. Три, типа двойки у всех замечаний. За первый класс. Ну, знаешь, что было в первом классе и остаётся в первом классе. Какая уже разница? Скажи все хитрости, как на физре сделать так, чтобы тебя не выбили мячом в перестрелке? А, у меня есть такое проклятие, оно в обратную сторону, то есть хорошее. А, ну-ка. А, в общем, стояла я, Миша сидел тогда на тот момент, я разговаривала с ним возле стеночки, стояла. И когда, и когда мяч, вот, вот смотрите, вот тут я, а вот мяч. Он такой на миллиметре. Так, а где, что проклятие наоборот, я не поняла, что надо говорить? Ну, типа стенка защищает меня мячом. А, стенка защищает мячом. А помнишь, ты меня учила, как сделать, чтобы желание сбылось там, чтобы, допустим, маршрутка подъехала нужная или ещё что-то? Что надо говорить? Ну, нужно про себя, нужно говорить про себя, чтобы, типа, это не сбылось, и если хочешь, чтобы это сбылось. А сколько раз ты говорила мне, что нужно какое-то конкретное... Десять раз. Десять раз. И один раз по центру, там, пять и пять, поделим, там, там одно слово вставьте, что вы хотите, чтобы это сделалось. Так, давай пример. Ну, пример. Хочется, чтобы мне папа привёз киндер. Нужно про себя сказать, хоть бы папа не привёз киндер, хоть бы папа не привёз киндер, и так пять раз. А потом, хоть бы мне папа привёз киндер, и так потом ещё пять раз, хоть бы мне не принёс киндер. Ага. Окей. И у тебя это всегда сбывается? Да. Метод рабочий. Метод рабочий. Девочки, берите, пользуйтесь. В следующий раз будем раскладывать карты Таро. Слушай, а что делать, если, допустим, мама давала какое-то тебе задание, там, что-то сделать, а ты не сделала, а мама уже сейчас придёт домой. Что делать? Смотри, какое задание. Ну, какое-нибудь, давай придумаем вместе, какое задание. Ну, к примеру, убраться на столе. Ну, давай, это постоянная история. Подстелить какую-нибудь бумажку, ну, типа, не бумажечку, а вот такую штуку. Ширму сделать? Да, типа, что там убрано. Ну, то есть, вариант быстренько убрать, ты не рассматриваешь вообще, сделать ширму, прикрыть, да? Потому что быстро убирать я не умею. А быстро делать ширмы, это твой конёк, правда? На чём ты мечтаешь? Я, чтобы вам с неба подарили деньги. Это, короче, фраза такая, когда Вероника просит всякое, я там говорю, дочь, ну, давай, наверное, как-то поскромнее, деньги нам с неба не падают. Ну, вообще... Да, извини. Ну, вообще, я хочу набор маркер ПОСКО. Ага. Он за пять тысяч долларов. Там двенадцать маркеров. Да. Хорошая мечта. Ну, вот, знаешь, твоя мечта вот первая, она мне чуть-чуть больше нравилась. Знаешь, почему? Она такая была всеобъемлющая, такая волшебная. Маркеры ПОСКО – это цель, на самом деле. То есть можно накопить деньги и их купить, правильно? Да. Ну, в целом-то можно накопить, конечно, можно. А вот, чтобы деньги с неба падали. Это прямо что-то такое фантазийное. А если бы ты могла завести любое-любое животное дома, кого бы ты завела? Шиншилла. Шиншилла? Да. Я думала, единорога. Единорога всё существует. Ой, не знаю, спорный вопрос. То, что мы их ни разу не видели, не знаю, что их не существует. Ну, ты скажи мне их. Я и в русалок верю, честно говоря. Океан исследован очень мало. Мы о космосе, дочи, знаем больше, чем про океаны наши. А наша планета, она почему называют голубая планета? На ней много очень воды, океанов и морей. На ней больше воды. Да. Почему бы там где-нибудь не быть русалком? Почему же это миф? Их не существует. Так я ещё в Деда Мороза не верю, а вот кое-кто и в зубную фею верит. А инопланетяне существуют? Плута, плута, плутончики, да. Окей, я вне контекста немножко. Инопланетяне существуют? Да. Они добрые или злые? Были добрые или злые. Как говорится, плута, плута, плутончики, в кружевных панталончиках, и смешных плута шапочков, и скоростных плута тапочков. Круто. Я подпела бы, но я не знаю песню. Так это припев. Ну, я и припев. Вот когда ровно я рисовала плутончиков по музыке нам задали, я открыла для себя новую технику глаз. Спасибо школе. Вероника, технику рисовки глаз. Да, не вот такую, но типа для наших глаз, а просто для бумажки. Помнишь, мы с тобой поспорили за Плутона, планета он или не планета? Это не планета. Это не планета, но это я тебя переспорила, ты мне доказывала сначала, что это планета. Ну, планета, ну, только очень маленькая, ее перестали считать. Ее перестали считать, потому что, чтобы... Ну, она же не перестала быть планетой, ее просто перестали считать, а так она планета. Ух ты, хитрая жучка. Нет, чтобы быть планетой, нужно иметь определенные критерии. Хорошо, тогда мой телефон планета. Я его считаю планетой, вот такая я. Вот у тебя там была на рабочем столе заставка? Планета. Ну, она заставка, конечно, планета. Да, я считаю, что теперь это планета. Нет! Это планета. Чтобы быть планетой, нужно соответствовать определенным критериям. Тут он не планета. Мы с Вероникой решили показать вам ту самую нашумевшую технику рисовки глаз, которая... Давай я покажу. Которая была освоена в процессе переписывания текста песни Плута-Плутончики. Ну, вообще-то из Ютуба. Ну, окей. Но ты же в процессе этого освоила. Вот такие глаза у эльфики. Давай покажем второй вариант. Это самый лучший. Так, обратите внимание, да, обратите внимание, насколько феминная фигура у барышни. Эльфийка, блондинка с голубыми глазами. А, заметьте, у неё одно ухо загнуло немножко. Да, мы все заметили, что у неё немножечко загибается одно ушко. Это придаёт ей пикантности её образу. Плута-Плутончики в кружевных панталончиках и в смешных Плута-Шапочках, в скоростных Плута-Тапочках. Я попала последний раз? Да. В хлопки. Он и мальчик векали. По школе, всей школе. Нам на второй, третий этаж нельзя. Они туда-сюда, туда-сюда, по всем этажам. Их поймала наша учительница. С сетью? Нет. Поймала взглядом... А я представляю, что учительница именно с сетью их ловит, набрасывает сеть. Потому что иначе эти мелкие жуки, они носятся по школе. Я представляю, какой кошмар. Учительница взяла их и повела в кабинет. Потом она спросила, кто первый начал бегать. А Максим такой... Рум, это Рум. Рома, хотя первый начал Максим. Он его вот так ударил по плечу. И он, и Рома за ним побежал. В общем, кто... Игра называется. Кто первый разобьет друг друга. Подожди, кто кого ударил? Давай. Мальчик, про которого мы сейчас говорили. Он первый ударил? Да. Ну, получается, он виноват? Да. Он агрессор. Виноват тот, кто первый ударил. Правильно? А если тот перед этим, вот перед тем, как его тот ударил, вот так вот ему делал, то есть он его как бы провоцировал, это считается? Нет. Кто ударил, тот и виноват. Правильно? Нет. Он не дразнил его. Нет. А если бы дразнил? Вот представь. Ну, виноват бы был он. Кто? Кто дразнит? Да. Потому что, ну, он же, он вот так, он заставил это сделать. Смотри, словами, если на тебя нападают, да? Если кто-то, кто-то, ну, защищаться нужно тоже словами. Нельзя, когда человек д-д-д, вот он может д-д-д делать сколько угодно, нельзя нападать на другого человека. Нужно вот так делать. Лучше вообще развернуться и сказать, слушай, вот со своей вот этой придурью оставайся здесь сам. Чувак, у меня есть куча, блин, важных дел, я пойду жить свою прекрасную жизнь. И все. На этой прекрасной ноте мы с Вероничкой прощаемся с вами. Не только. С Беляшом и Тошей. С Беляшом и Тошей. Напишите, как вам рубрика «Дочки матери» и какие вопросы, пожалуйста, напишите в комментариях вы бы хотели... Сейчас, секунду. Какие вопросы вы бы хотели, чтобы я задала Веронике? Чтобы она поделилась своей житейской мудростью. Всем спасибо и пока! Господи, мне понравилось с тобой время проводить. И мне с тобой понравилось.